Всем привет! Думаю, не нужно никому объяснять, зачем удалять сорняки с грядок. А вот помочь вам сэкономить время – это весьма нужное занятие. И сегодня я расскажу о самых эффективных способах борьбы с сорняками на грядках, которые я применяю в своем огороде. Досмотрите обязательно это видео до конца, и вы узнаете, как сэкономить время на прополке вдвое. Борьба с сорняками – это, пожалуй, основная работа огородника. И весь сезон с весны и до осени нам приходится полоть грядки, косить какие-то травы по обочинам дорог, в саду и так далее. И это занимает очень много сил и времени. Но сорняки – это не всегда враг садовода и огородника. Иногда они приносят и пользу. Давайте же рассмотрим конкретные случаи, когда сорняки нам помогают. Например, если вы видите вот эту грядку с клубникой, она заросла сорняками. Она сейчас еще не прополота. Почему же я не выпал всю эту грядку, хотя возможность такая была? Дело в том, что была сильная засуха и жара. И если вот выпалоть все вот эти сорняки до одного, оставить голую землю, то клубника будет гореть, будет засыхать, вянуть от недостатка влаги. А так здесь растут сорняки, они притеняют клубнику, и клубника себя чувствует нормально. А сорняки можно выпалоть и попозже. В этом случае никакого вреда для клубники они не приносят. То же самое и на огороде. Если на улице стоит очень сухая и жаркая погода, то на грядках с тем же луком, там с огурцами и так далее, не обязательно спешить выпалывать сорняки. Подождите немного, пока установится более прохладная дождливая погода, а затем приступайте к прополкам. Сорняки в этом случае будут притенять растения от яркого жгучего солнца и сохранять влагу в почве. На них будет накапливаться роса, растения будут чувствовать себя в таких условиях очень хорошо. Второй момент, когда сорняки можно не выпалывать, это грядки после уборки. Например, у вас не получилось засеять эти грядки сидоратами. И лучше на них в этом случае тогда оставить сорняки, чем просто пустую землю без ничего. Потому что под ярким солнцем будут погибать полезные микроорганизмы, полезные бактерии, полезные грибы, которые так необходимы для плодородия почвы. И в этом случае сорняки оставляйте. Пусть они растут, их можно потом скосить, перекопать, ничего страшного. Но земля будет защищена, не будет никакой эрозии и неблагоприятного воздействия солнечного света. Но несмотря на всю пользу сорняков, от них бывает и вред. Потому что сорные травы дают обильный урожай семян. И в следующем году все эти семена непременно взойдут и будут заглушать наше растение. Поэтому все же с сорняками нужно бороться, регулярно пропалывать грядочки. Не стоит допускать того, чтобы грядки слишком зарастали сорняками. Оптимальная высота сорняков это сантиметров 10, когда они не превышают рост самих культурных растений. В этом возрасте сорняки очень легко выпылать. Они уже достаточно большие, чтобы их вырвать и выбросить. И еще недостаточно огромные, чтобы затенить и отнять много питания у растений. Можно же с сорняками бороться, когда они еще самые-самые маленькие, только всходят. Но для этого должна быть достаточно солнечная, сухая такая погода. Чтобы сорняки мы срезали, например, тем же плоскорезом, и затем на солнце они высохнут. А если идут дожди, то такие мелкие сорняки попросту никак не выпало. Даже рыхление, различное там пройти плоскорезом, вот эти сорняки не погибают. Потому что очень высокая влажность почвы. На своем огороде я применяю различные агротехнические приемы, чтобы бороться с сорняками и экономить время на другие работы, либо на отдых. Например, посадки с голубикой я мульчирую толстым слоем перепревших опилок с корой. Все междурядия у меня засыпаны вот этими материалами. И в итоге сорняки через такой плотный слой вот этой мульчи не прорастает. Голубик у меня чистый, и ее не нужно полоть весь сезон. Она надежно защищена от различных сорняков. То же самое касается и малины. Вот, например, здесь у меня малина посажена просто в землю, и ее приходится регулярно полоть. А на другом участке у меня малина посажена в солому. Она замульчирована слоем соломы примерно 20 сантиметров. И все лето ее не нужно никак полоть. Солома защищает ее от сорняков, также сохраняет влагу в почве. И по мере переработки вот этой соломы различными микроорганизмами, червями, улучшается питание малины. Становятся доступными различные питательные вещества. Солома перерабатывается, перегнивает, и улучшается структура почвы. Она становится более рыхлой, легкой и плодородной. В сезон я также мульчирую соломой и клубнику. Застилаю ее слоем 10 сантиметров. Обычно, когда клубника уже начинает зацветать или выдвигаются бутончики, я мульчирую всю клубнику вот этим слоем соломы. Опять же, солома препятствует росту сорняков, а также, что немаловажно, помогает собирать чистый урожай. Потому что даже после дождя ягодка всегда чистенькая, сухая, ни в каком-нибудь болоте, и ягода получается хорошей. А также получается, что ягода не гниет, не возникают никакие гнили. Почему я выбираю, например, солому, ни сено, ни траву? Потому что солома дольше всех разлагается. Если же у вас нет соломы, вы используете сено, либо траву, то такие материалы нужно обновлять несколько раз за сезон, подкладывать еще слои. Потому что сено и солома быстрее разлагаются, перерабатываются различными вот этими почными микроорганизмами, червями. И такой мульчи хватает на менее короткий срок. Также в огороде я стараюсь мульчировать и проходы между грядок. Они у меня засыпаны опилками. Опилки хорошо уплотняются и препятствуют росту сорняков. И не нужно бояться, что опилки подкислят почву, либо заберут много азота. Потому что опилками я застилаю не сами грядки, не растения, а только лишь проходы. И это намного облегчает работу на огороде. Не приходится бесконечно полоть вот эти проходы. И после дождя, опять же, вот по этим проходам между грядками, можно пройти спокойно в комнатных тапочках. Нет никакой грязи, всегда сухо и чисто. Но бывают такие злостные сорняки, с которыми даже мульчи не справляются. Все равно они пробивают ее, прорастают и заглушают наше растение, отнимают у них силы и питание. Например, это всем известны, пырей ползуча, а также сныть. Особенно вот эти сорняки пагубно влияют на растения в приствольных кругах, плодовых деревьев, ягодных кустарниках, а также в цветниках, где растут многолетние различные растения. Там с этими сорняками приходится бороться регулярно. Полоть, выпалывать и все равно вот эти даже прополки не спасают. Но есть классный способ. Если у вас приствольные круги заросли сорняками, и у вас нет возможности их полоть, да и выпалывать их попросту невозможно, возьмите обычный картон, застелите приствольный круг прямо поверх сорняков, а сверху засыпьте хороший слой перепревшего компоста, ну примерно сантиметров 15. В итоге вот этот картон не даст прорасти пырею и сныти, корни вот эти там сопреют, а затем компост, который был сверху, будет служить питанием самим кустам, либо плодовым деревьям. И приствольные круги у вас будут чистенькие и аккуратненькие. По мере перепревания вот этих корней, разложения картона, компоста, там появятся дождевые черви. И вот эти черви приманят в приствольные круги кротов. Кроты начнут рыть вокруг куста, подрывать вот эти корни многолетних сорняков, и затем вам будет очень легко этот приствольный круг прополоть. Остатки вот этих корней вы можете легко достать из земли. Еще хочу отметить, что вот эти все прополотые сорняки, даже корневища пырея и различные там лебеда с семенами, это все органические материалы. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалку. Складируйте все это в компостные кучи и готовьте горячий компост. Ведь в горячем компосте температура поднимается до 70 градусов, и все сорняки, все семена, корневища, они все перегорают и перерабатываются в хорошее и бесплатное органическое удобрение. Кому интересна эта тема горячего компоста, у нас на канале есть отличные ролики, где рассказывается, как его приготовить. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok